занятия прошлый раз мы рассмотрели с вами как построить свой собственный веб-сайт как пользоваться новым конструктором сайта я надеюсь что всем понравилось и надеюсь что все потренировались дома сами я надеюсь что всем все понятно а если кому-то не понятно то как говорил один мой знакомый то я сожалею что вам не понятно нужно связаться с спонсорами нужно связаться с суппортом нужно поспрашивать людей ну а если совсем непонятно совсем не понятно значит нужно кого-то попросить чтобы сделали веб-сайт потому что очень-очень это важно я сегодня буду говорить почему все это почувствует потому что если раньше мы могли откладывать создание собственных веб-сайтов по разным причинам до следующего понедельника до следующего понедельника многие люди открыла откладывают несколько лет хотя ним это уже нужно было давно но сейчас сейчас если мы не будем делать свой веб-сайт если не будем использовать веб-сайты либо свои либо чужие мы это будем почувствовать на своем на своих деньгах на своем кошельке и так я сегодня буду об этом рассказывать но вначале как обычно я хочу напомнить что у нас будет конференция в лас-вегасе что будет очень шикарное мероприятие в лас-вегасе проводиться я надеюсь что она будет всем понравится сам город понравится и очень много информации будет новой и я думаю что нужно ехать тем кто хочет преуспеть надо туда готовиться и лучше всего покупать билеты в июле потому что стоить это будет дешевле и не скажу сколько в июле до 31 июля это будет дешевле чем 1 августа поэтому лучше купить до 31 июля и очень много важной информации будет на этой конференции вплоть до того что должна быть еще одна информация которая я уже знаю давно я обещал никому не говорить я пообещал и конечно придется мне слово сдержать потому что я получил информацию под большим секретом много всего готовится на то о чем мы будем говорить очень много нового в том числе и по строительству веб-сайтов и по ю чату и все что мы знаем все это будет уже конференции готова я в этом уверен и плюс еще будет одна очень интересная новинка который стив рэнер еще сказал прошлый раз он сказал что он готовит очень и очень интересное я много месяцев задаю этот вопрос что же такое очень интересное секретное будет мне не никогда не отвечали сейчас мне удалось узнать но я никому не скажу потому что я пообещал никому не говорить но это действительно будет очень интересно и так лас-вегас лас-вегас у нас будет проходить в лас-вегасе будет проходить конференция в ноябре месяце в гостинице цезарь да по-русски или сизар палас по канат по американский вот видите эту гостиницу очень красивая гостиница она расположена рядом с гостиницей беладжио кто знает гостиницу беладжио до сих пор я знал что беладжио это самая лучшая гостиница в лас-вегасе одна из самых лучших потому что кому что нравится правильно на вкус и цвет нет товарищей но сизар палас это не хуже не хуже а может быть даже лучше посмотрим да не хуже большие номера красивые внутри тоже очень красиво я думаю что это все одних тех же рук мастеров делали это но очень красивая отделка кто строитель тот понимает что все сделано очень профессионально очень красиво очень дорогие материалы использованы и очень все дорого роскошь блеск там буквально буквально на каждом шагу и так 23 24 и 25 ноября в отеле сизар палас будет проходить конференция в лас-вегасе билеты отдельности кто хочет взять 600 номером 600 долларов раннее бронирование до 31 июля 550 билет с одноместным номером 800 долларов да а просто билет совместным номером совместным то есть с кем-то еще 550 а если отдельный он получается 700 долларов если до если в июля заказать а так 800 на 100 долларов дешевле если кому не нужна гостиница просто приедет сам со своим со своей программой и просто билет на конференцию 400 долларов а так раннее бронирование 350 конечно выгоднее из гостиницы взять 550 это недорого недорого из гостиницы получается 200 долларов отель на три дня это это совершенно недорого это очень дешево если вы сами отдельно туда поедете вы такие билеты такие номера не купите не купите можно конечно поехать и совершенно за счет компании для этого нужно выполнить объем 30 тысяч долларов пакетов и я не знаю так сказать кто 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 может сделать это сейчас такой объем персонально с июля по ноябрь за несколько месяцев но в принципе возможно принципе возможно билеты уже продаются уже продаются их можно уже покупать уже покупать если кому нужна визовая поддержка вы должны связываться с суппортом лучше туда позвонить лично не писать не писать тикеты а лучше туда позвонить и сказать что вам нужна поддержка в такой-то город на такую-то фамилию ну что часто у нас есть семейные пары которые занимаются аксессом и обычно из этой семьи записан скажем муж а хочет поехать жена то есть нужно обязательно объяснить и сказать и вы получите письмо компания помогает визовой поддержкой хотя сегодня конечно не знаю насколько это все поможет потому что отношения не очень хорошие сегодня политически следующий момент следующий важный момент это то что у нас я должен сделать несколько объявлений у нас написано это на главной странице что если раньше мы с вами когда делали выставляли сайт на программу и дью дано на поднятие сайта у нас мы раньше могли ставить разные кредиты кто-то там 50 кто-то 20 кто-то 30 сегодня установили установлен минимум 100 кредитов 100 кредитов это минимум который человек сегодня может поставить на сайт хорошо это или плохо я не даю оценки хорошо это или плохо но я знаю точно что это поможет это поможет нашему рейтингу это поможет здорово поможет нашему рейтингу очень сильно поможет нашему рейтингу то есть 100 кредитов для них 100 кредитов это конечно ничего, да, то есть это нормально, люди сегодня имеют эти 100 кредитов, сегодня их купить можно, эти 100 кредитов, недорого. Да, сегодня можно их получить по разным программам совершенно бесплатно. Ну, а у кого вообще нету кредитов, конечно, значит, что-то нужно делать. Конечно, что-то нужно делать, потому что 100 кредитов, это, в общем-то, немало в день поставить, 100 просмотров, минимум. То есть компания хочет перевести, в общем-то, на совершенно новый уровень наши все программы, И, конечно, должен быть лучший результат. Для тех, кто реально выставляет сайты, свои сайты, будет, конечно, совершенно другой результат. Совершенно другой результат. То есть мы сейчас все с вами будем ставить ежедневно не менее 100 кредитов. Минимально. И максимально мы можем поставить 10 тысяч кредитов в день. Ну, это, конечно, очень круто, 10 тысяч кредитов. Но оно и не всегда нужно. То есть мы еще сегодня не на том уровне, чтобы ставить 10 тысяч кредитов. Я вам объясню, почему. Если мы поставим... Что такое мы ставим личные просмотры? Что это такое? Это как зажигание. Это как зажигание. Это то, что мы, скажем, гарантированно хотим себе обеспечить просмотр. Это то, что наш сайт гарантированно поднимет на какую-то высоту. Гарантированно. А там уже будут заходить люди, которым это нужно. Если наш сайт никому не нужен, либо мы подкладываем кредитов, либо мы совершенствуем свой сайт, чтобы он там висел, чтобы он там стоял, чтобы люди у него заходили. Но почему не нужно ставить много? То есть 100 кредитов, я думаю, это достаточно. Ну, можно больше немножко поставить. Но не ставить 10 тысяч кредитов в просмотр. Я сейчас объясню, почему. Потому что сегодня мы еще на том уровне, когда у нас еще нету достаточных людей в тех регионах, которые сделают 10 тысяч просмотров. Ну, к примеру, если я сегодня поставлю в каком-то Милтоне, к примеру, да, 10 тысяч просмотров, а в Милтоне вообще нет наших людей. Система съест 10 тысяч кредитов, он скажет спасибо, но просмотра не будет ни одного. Да? Потому что в Милтоне нету людей, которые поднимут этот сайт. Только что, если зайдут люди, естественно, со стороны. Не надо ставить, потому что мы не можем поставить меньше, чем 100 сегодня. То есть мы не можем сэкономить меньше, чем 100. Но и больше, чем 100, если мы будем ставить, мы должны тоже быть очень внимательны, потому что некоторые не жалеют. Думаю, да, я сегодня поставлю там 10 тысяч, сейчас я там первое место займу. А там нету в этом районе столько людей, чтобы подняли, первоначально завели. Это все равно, чтобы пришли заводить машину без ключа. Нету, да, вы можете налить много бензина, вы можете приготовиться, ключа у вас нет, завода не будет. Это понятно, да? И еще есть один показатель, минимальная ставка единица за один кредит и максимальная ставка 50. То есть вы не можете перебить вообще все, да? То есть максимум 50. Что это значит? Что если по вашей теме будут еще конкуренты, скажем, с вашей темой, то у того, у кого больше кредитов, ставки за один кредит, да, тот и победит. Но вы можете ставить не больше, чем 50 ставку за один кредит. То есть за один просмотр у вас будет сниматься 50 кредитов сразу. То есть если вы ставите 100 и ставка 50, у вас сразу снимут множки. 100 умножим и на 50. Столько снимется с системой. То есть сегодня, сегодня, первое, поставить сайт на раскрутку обязательно каждому, начиная с 1 августа, это должен иметь каждый. Поэтому сегодня, это очень актуально. Сегодня у нас 13 июля, есть еще 17 дней. Нужно подготовиться. Если у вас нет собственного веб-сайта, оставьте чужой. Все будут довольны и рады, что вы будете 100 кредитов тратить на него. Возьмите за это деньги, если вам дадут, за чужой. Если не дадут, вам все равно придется ставить. Потому что иначе, тот, кто не делает, тот, у кого нет веб-сайта, не имеет права делать репокупку. Дальше они же скажут, что такое репокупка. То есть сейчас есть некоторые новшества, но цель этих новшеств улучшить, а не ухудшить. Улучшить. Да, может быть, немножко надо будет больше работать, чуть-чуть, да, чуть-чуть больше, чуть-чуть сильней. Но цель улучшить. И связано это с тем, что мы готовимся выйти на IPO. Да, совершенно сегодня другой уровень компания выходит. Совершенно другой уровень. И чтобы все было чисто, красиво, да, чтобы не было проблем ни у кого, никогда, вводятся эти новшества. На самом деле, эти новшества должны привести к улучшению, к улучшению нашего рейтинга. В первую очередь. Что значит, что у каждого сегодня будет веб-сайт? Те, которые раньше ленились, не хотели, откладывали, не могли, не знали. Что это значит? Это значит, что поднимется наш рейтинг в целом. Представьте себе, сейчас все люди будут делать веб-сайт. Все. Кто-то добровольный, так это ходит, а кто-то, ради того, чтобы деньги получать. Потому что, если нет репокупки, то нет комиссионных, то как бы все связано. То есть, компания как бы заблокирует репокупку, если человек не крутится в веб-сайт, а если у него заблокирована репокупка, то он не получит комиссионные, как бы автоматически. То есть, компания не отменяет комиссионные, но он отменяет, не дает возможность сделать репокупку. А если вы не сделали репокупку, то потеряли целый ряд комиссионных. Вот такая вот цепочка. Поэтому что? Всем нужно создавать веб-сайт. Лучше научиться самому сделать свой веб-сайт, придумать себе какой-то бизнес и продвигать себя. Это лучший вариант. У нас есть еще 17 дней. Элементарно сделать сколько угодно веб-сайтов. Если кто был на моей прошлой лекции, я думаю, что он понял, что это делать очень просто. Объяснить тяжелее, чем сделать. Несколько кликов у вас готов веб-сайт. Несколько кликов. 5-10 минут. Самое главное, это вы должны знать, чего вы хотите. Что вы хотите от этой жизни. Что вы хотите продвигать. Что вы хотите показать людям. На чем вы хотите зарабатывать еще. Потому что мы можем открыть целый ряд бизнесов. И сегодня идет очень серьезная работа. Многие стали это делать сегодня сами. Я еще раз хочу обратить серьезность этого момента. Если кто что-то не понял, не услышал, нам нужно всем с 1 августа поставить на раскрутку веб-сайт в своем офисе. Всем тем, кто хочет зарабатывать деньги, все виды доходов. Потому что, кто этого не сделает, целый ряд видов доходов, он не сможет получать. Не все. То есть, будут какие-то доходы, останутся. Но, я это говорю для тех, кто хочет получать все виды доходов, которые имеются в компании. Так, это очень важный момент, и мы должны его принять к сведению и начать что-то делать. И объяснить всей своей команде. Позвонить и объяснить всей своей команде. Позвонить и объяснить всей своей команде. Потому что иначе, кто не расслышал, кто не понял, кто не успел, кто опоздал, ну, нехорошо будет потом, да? То есть, люди не смогут делать репокупку. Буду звонить, не могу делать репокупку. А раз не делаю репокупку, не получаю какие-то такие комиссионные. Назад две минуты, чем нельзя быть. Понятно, да? Следующий момент. Следующий момент. Новая программа репокупки. Еще один такой вот момент. Многие мне звонили на этой неделе и совершенно не понимают, что тут написано на главной странице. Совершенно не понимают, что написано на главной странице. А на главной странице написано, опять-таки, все в целях, чтобы все было чисто и правильно, да? Чтобы компания была более прозрачная, чтобы мы могли выйти на рынок очень успешно, очень успешно. С этой целью сделана новая программа репокупки. Если вы помните, раньше мы, когда записывались в компанию, там ставили одну птичку и у нас репокупку делали автоматически. И многие люди даже не понимали с них. Они говорят, вот меня снимают. Никто ни с кого не снимал. Человек сам ставил птичку, что он хочет покупать там 50 процентов. Раньше была. Сейчас это отменяется вообще. Потому что некоторые не поняли. Они думали, что и то остается, и новая программа остается. И они совершенно не понимают. Все старое отменяется полностью. Старая система репокупки отменена и введена новая. Что это значит? Это значит, что консультанту нужно ежедневно зайти и купить на 2 доллара. Лично. Не автоматически, а лично зайти и купить. Ежедневно. Много это мало. На мой взгляд, это лучше. Допустим, раньше я посмотрел примерно консультанты. Самые минимальные. Они примерно 3 доллара делали ей покупку. Сейчас будет 2. То есть, скажем, там. Примеры. Я просто говорю чисто для примера. То есть, не берите мои цифры за абсолют. Потому что от того, сколько кто получает, мне неизвестно. Абсолютно ему неизвестно. Итак. Репокупка. 2 доллара консультанту. 2 доллара консультанту. Следующий момент. Менеджер. 3 доллара. Голд. Бывший. По бывшему именованию. Голд. 3 доллара. 3 доллара. Платинум. Это оригинальный менеджер. 5 долларов. Даймонд. Это национальный менеджер. 10 долларов. Блю Даймонд. Международный руководитель. 20 долларов. И Блэк Даймонд. 50 долларов. Это минимум. Минимум. На самом деле можно будет делать больше. Например. Например, если под вами сделана покупка, скажем, репокупка на 100 долларов, а вы сделали репокупку только на 50, то вы с репокупки в 100 долларов не сможете получить. Поэтому вы должны сделать репокупку тогда на 100 долларов. Тогда, если вы делаете, скажем, на большую репокупку, вы получаете со всех, кто сделал меньше, чем вы. То есть это очень, я думаю, неплохо сделано. Во-первых, я прикинул, что люди будут платить меньше, чем платили раньше. Некоторые мне звонят и говорят, вот, из нас и так 50% снимает, и это еще плюс. Я говорю, те 50% отменяются, это не плюс, это вместо туго. Вместо. Надо это четко понимать. То есть если раньше снимали больше, сегодня снимать будут меньше. Но это минимум. Вы сами решаете. Это правильно. Человек сам решает, сколько, когда ему покупать. Если он не хочет покупать, он может вообще не покупать. Но если он не делает репокупку, он не имеет права на целый ряд комиссионных. Поэтому для того, чтобы покупать, получать все комиссионные, человек должен делать репокупку. Это реальная покупка. Что мы покупаем? То же, что и всегда. Мы покупаем кредиты, мы покупаем рекламу, мы покупаем айпоинты в этой покупке. То есть мы этими покупками, все как всегда, ничего не меняется. Меняются только цифры. И раньше, если мы покупали автоматически, система покупала за нас, то сегодня мы должны сами ежедневно зайти и сделать покупку. На 2 доллара, значит, на 2 доллара, на 3 доллара, на 3, на 5, на 5, на 10, 20, 50. И больше, кто хочет. И больше, кто хочет. Ну, люди сами будут делать больше. То есть выгодно сделать покупку, купить себе еще айпоинтов, купить себе кредитов и одновременно получить больше системы. Понятно, да? То есть, что мы покупаем? Мы покупаем рекламу, мы покупаем кредиты, мы покупаем айпоинты. Собственно говоря, то, что мы покупаем, это к нам потом возвращается с айпоинтов. Мы понимаем, да? То есть мы знаем, как устроена ли покупка. Это очень важный момент, и я думаю, это один из, в общем-то, серьезнейших механизмов, который позволял нам, допустим, вот много лет, много лет, постоянно зарабатывать. Всем, кто находится в системе. То есть то, что вы сделали однажды, если система налаженная, это позволяет вам зарабатывать много-много лет. Один из видов доходов, то, что мы называли резидуальный доход. А выгодно делать покупку. Тем более, что я думаю, что в эту покупку войдут еще какие-то продукты. Я думаю, что это так и будет. Пока, так сказать, неизвестно, я еще не видел пока, так сказать, расшифровки полной. Но я думаю, что так она и будет. То есть вот эта покупка будет выгодна. И представьте себе, компания, конечно, становится совершенно другим уровнем. То есть человек сам идет покупать, потому что ему это выгодно сделать. Я думаю, что это очень-очень хороший момент. Я думаю, что это очень хороший момент. И он улучшен. Кто не хочет, он может платить и будет платить меньше, чем платил раньше. Кто хочет, может купить себе, как покупал меньше, чем покупал раньше, а может купить себе и больше. Причем выгодно купить ему больше, потому что он получит больше системы. И он увеличит свои айпоинты, естественно увеличит свои кредиты. Ежедневно будут пополняться, кроме того, что мы сами делаем ежедневные клики, будут пополняться кредиты отсюда. Я думаю, что это очень хороший момент должен быть. Посмотрим, как это будет в жизни. Но я думаю, что должно быть очень серьезно, увеличить, во-первых, отношение компании, улучшиться. Потому что идет реальная покупка реального продукта реально каждый день. Реально каждый день. Потому что многие люди, то, что выставляли птички однажды когда-то, но как бы впоследствии оно забывалось, и как бы люди называли, вот с меня снимают, да, с меня снимают. Хотя никто ни с кого не снимал, можно прийти в любой момент, убрать птичку и перестанут снимать. Естественно, автоматически перестанут идти какие-то там бонусы дополнительные. Компания назначает бонусы, она имеет право устанавливать условия выплаты бонус, потому что любые бонусы, они должны стимулировать работу. И поэтому я думаю, что вот эти изменения, вот эти два изменения. С одной стороны, что мы обязаны покупать, мы обязаны покупать кредиты, иметь кредиты, либо покупать, либо сами зарабатывать. Обязаны иметь кредиты и выставлять веб-сайт на раскрутку, потому что у нас рекламная компания, не собирать, понимаете, многие собирают эти кредиты. Я понимаю, что нужно собирать, но не должна образовываться пробка. Вы знаете, что то же самое с деньгами. Если вы собираете только деньги и их не тратите, никуда на себя их не используете, то это деньги не ваши, вы не пользуете, у вас никакого нету благосостояния. Многие люди сегодня имеют множество денег и они их не используют. Они лежат у них в банке мертвым грузом, а сами живут плохо, не используют эти деньги, не тратят на себя. Реально оценивается то, что вы потратили на себя. Поэтому я думаю, что эти кредиты, если сейчас войдет система и мы все их будем тратить и на себя, и на своих близких, или на чужих, и на других людей, это с одной стороны поднимет рейтинг компании, а раз поднимет рейтинг, значит у нас будут больше деньги приходить к нам всем, больше будем зарабатывать от рекламы, и нам будет больше интереса. Более того, наши сайты будут быстрее продвигаться, и как Стив Реннер все делает для того, чтобы мы вошли сегодня, в пятерку, десятку сильнейших рейтов сайта, сайтов мира, по рейтингу. Сильнейших сайтов мира по рейтингу. И все делается для этого, увидите, это с этой целью, это не с целью наказать. Некоторые думают, вот там, меня там заставляют что-то покупать. Никто ничего не заставляет. Вместо того, что было раньше, вводится новая система. Это надо объяснить человеку. Это раз. И второе, кредиты, которые у него имеются, нужно использовать, а не создавать пробку. Люди экономят, жалеют. А кредиты для того, чтобы было движение. Следующий момент. Следующий момент. Компания вводит ограничения, которые человек может иметь на своем веб-сайте. Кредитов. То, что я говорил, что кредиты должны работать. То есть настал момент, когда эти кредиты все должны работать, должно быть движение. Сайт должен крутиться, сайт должен приносить доход. Доход должен приносить следующий доход. Консультант. 10 тысяч кредитов. Я думаю, что хорошее ограничение. 10 тысяч кредитов на счету. Вопрос, допустим, возникнет. А что, если у консультанта будет больше, чем 10 тысяч кредитов? Опять-таки, если больше, чем 10 тысяч кредитов, он не может делать репокупку. Видите, вот тут написано. Если вы превысите количество допустимых iCredit на вашем балансе, то вы не сможете сделать iPurchase. Опять-таки, iPurchase не даст вам получить комиссионные определенные. Дальше. Менеджер 25 тысяч кредитов. Платинум 50 тысяч кредитов. Даймонд 100 тысяч кредитов. Блю Даймонд 150 тысяч кредитов. Блэк Даймонд 250 тысяч кредитов. Понятно, да? Компания хочет, чтобы вы начали пользоваться кредитами. Потому что у людей люди не тратят свои кредиты. Не создают веб-сайты, не тратят кредиты. И у нас получается не рекламная компания, а компания по экономии кредитов. Не надо. Сегодня Стив Рейнер хочет, чтобы мы вышли на очень высокий уровень. И поэтому он просит, чтобы мы начали продвигать свои веб-сайты. К каждому есть, что продвинуть. К каждому. Я, допустим, у меня есть несколько веб-сайтов, но у меня еще целый ряд идей, которые я все время откладываю. Я их откладываю просто без всяких, так сказать, обоснований нормальных. Как знаете, как физкультуру мы откладываем начинать с понедельника. Бегать с понедельника. Но с какого понедельника? Вот так вот с понедельника. Со следующего понедельника начинаем бегать. Шесть километров каждое утро. Откладываем и откладываем. Так и с веб-сайтом. Откладываем и откладываем. Идеи у многих хорошие лежат, они откладываются. Так вот, время сейчас сесть за эти идеи и сделать себе веб-сайт. Сделать. Казалось бы, вроде бы, как бы немножко, так сказать, нас эта ситуация заставляет, да? Но это на благо. На благо. Сделаем веб-сайт, заработаем. Поэтому это нужно сделать. Вот эти вот несколько моментов, которых я сейчас рассказал, это было, это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Я смотрю вопрос, значит, задал Андрей из Америки. Консультант, который купил пакет за 500 долларов. Как будет в этом случае, если он активный консультант? 2 доллара. Смотрите, сегодня задача, сегодня наша задача. Наша задача. Я, кстати, вот хочу сейчас вот рассказать, как построить команду и как заработать деньги. Как заработать деньги. Значит, те, у которых маленькие пакеты, да, маленькие пакеты, которые там зарабатывают доллар-два, конечно, им нужно немножко усилить работу этим людям. Им нужно усилить работу. Но что делать? Это компания, чтобы работать здесь. Компания, чтобы... Вы знаете, я недавно встречался с одним человеком, я просто раскрою секрет. Это не значит, что так нужно делать. Это не каждый строит свою команду, как он считает нужным. Каждый строит команду, как он считает нужным. Но я вам отвечу на несколько, так сказать, раскрою секретов сегодня, как построить успешный бизнес. Я понимаю, что все хотят зарабатывать большие деньги, все хотят построить миллионный бизнес. Но я должен вам сказать, что все-таки это бизнес. Для того, чтобы заработать серьезные деньги, все равно нужно вложить деньги. Нужно вложить деньги. Нельзя сегодня с нулевым вложением стать миллионером. То есть надо сказать правду и честно человеку глаза. Не может человек сегодня сказать, вот у меня 10 долларов, а я хочу сегодня, не знаю, стать билдером большим. Хочу там купить себе компанию большую. Не может этого произойти. Нет случайностей. Может быть, кто-то когда-то где-то с нулем где-то и получил от него. То есть это большая легкость. Но я таких практически не знаю. Сегодня для того, чтобы идти, все-таки нужно положить какие-то деньги. Нужно потратить. И я вам скажу, вот я разговаривал с одним человеком. Он сказал, что у меня в группе нет ни одного человека, ни одного нижеголда. Ни одного. Вот я строю свой бизнес. Мое время очень дорого стоит. Очень дорого стоит. Я просто не работаю с теми людьми, которые собираются потратить 100 долларов и прийти там в миллионный бизнес. Это не означает, что у нас закрыты двери для этих людей. Это не означает. Просто каждый имеет право строить свой персональный бизнес. И я разговаривал с человеком. Я говорю, ну хорошо, в чем твой секрет такого успеха? Он говорит, я настраиваю людей только на серьезную работу. То есть человек должен на себя что-то взвалить. Когда человек на себя что-то взвалил, то, что для него тяжело. И одних тяжело 2 тысячи, других 5, других другая. Тогда он что-то начинает делать, чтобы это вернуть. И когда он это начинает делать, он выучивается и начинает зарабатывать. Если он на себя не взвалил, если ему легко и ничего не надо напрягаться, он делать ничего не будет. Поэтому, говорит, я не приглашаю к себе консультантов с 500 долларов, 100 долларов, 50 долларов. Я с такими людьми, он говорит, не работаю. Это он так сказал. Имеет он право на это? Абсолютно. Абсолютно. Сегодня много людей, которые работают с маленькими людьми, хотят приглашать людей, которые укладывают маленькие деньги. Но это их право. Компания дает возможность войти к каждому. С нулевыми деньгами, с любыми деньгами. Но если человек себе ставит планку, что я хочу зайти с нулевыми деньгами и выйти на миллионные обороты, я вам скажу сразу, что это очень сложно. Это должен быть либо очень талантливый человек быть, очень талантливый человек, либо должно что-то произойти экстраординарное, либо он должен подписать другого человека, который внесет средства. Но как правило, теоретически это возможно. Теоретически возможно, что если я зашел с нулевыми деньгами, там или 500 долларов, или 100 долларов, и при этом пригласил человека, который вложил серьезные деньги, и потом он начал приглашать таких же. Это возможно, но... Это возможно, но... Это в порядке исключения может быть. И я еще такого практически не видел. Вот за 6 лет, что я работаю, было несколько человек, которым удалось примерно такой ход сделать. Было, но очень тяжелыми усилиями, и то они потом доплачивали. То есть они зашли с маленькими деньгами, потом поняли, что это сложно. Ну, если я разговариваю с человеком, мне сложно ему сказать, ты знаешь, ты знаешь, что, чтобы нужно, чтобы было нормально здесь, да, чтобы начать нормально, надо быть директором. Чтобы иметь хорошие проценты, чтобы не делать лишних ходов, надо быть директором, это стоит 2 тысячи долларов. Но я лично не хочу тратить 2 тысячи долларов. Я хочу, чтобы ты вложил, а я не буду. Нормально? Войдет человек сюда так? Никогда никто так не запишет. Никогда. Он пойдет к другому 100%. Он уйдет к другому. Это раз. Во-вторых, то, о чем мы говорим, доход от iPurchase, доход от iPoint, это самый последний вид дохода. На это вообще не надо смотреть. Ну, представьте себе, вы пришли, устроились в компанию и спрашиваете, сколько я завтра получу премию. Да смешно слушать вообще это. Сегодня многие люди смотрят только на этот доход. Я вообще не хочу разговаривать даже с этими людьми, которые только на это смотрят. Ну, что бизнес-то в другом. Если бы мне человек сказал, я продал столько-то продуктов, я продал столько-то пакетов, а потом можно говорить о прибыли. Сколько мне полагается прибыль. Да, компания платит прибыль. Платит прибыль, делится ежедневной прибылью. Но зачем из этого делать вообще самое главное вообще? Просто смешно слушать. Придите сегодня в любую компанию, в любую, в мире, в любую. Где вам платят сегодня в деле со своим прибылью? Только в хайпах. Да? Самое интересное, что многие люди любят ходить в хайпы. Но они должны знать, что это игра в рулетку. Хайп – это рулетка. Если ты вытащил и убежал, значит тебе повезло. В основном, те, кто вытащили, убежали в одном месте, пришли в другое место, там это все потратили. И в результате на нуле. Я знаю, вот у нас есть один товарищ, у нас один товарищ, он года три или четыре в хайпах участвовал и в конце концов сказал, ну все, говорит Семен, хватит, больше я туда не пойду. Все, наелся. Расстратился, да сколько можно было. Потому что это хайп. У нас реальная компания. У нас реальная компания. И сегодня компания строит схемы, при котором все, что мы говорили, все, начинает работать. Поэтому каждый должен сделать свой выбор. Как работать? Как вот, я считаю, как вот можно, вот мне люди задают вопрос, как вот заработать серьезные деньги? Я вам сейчас покажу рецепт, как работают люди. И схема, она одна и та же. Нету ничего другого. Одна и та же схема. Я вот этот вопрос даже Анне Жанг задавал. Я сейчас с ней встречался. Я ей задавал этот вопрос. Я говорю, ну хорошо, ну вот как вот реально заработать? Реально. Как она работает? А работает очень просто. Когда вы приглашаете человека, когда вы приглашаете человека, с этим человеком нужно работать. Анна Жанг, с каждым человеком, которым она нового приглашает, она с ним неделю работает. Неделю. с утра до вечера, с утра до вечера, каждый день, с новым человеком. То есть сначала человеку нужно объяснить, какая-то, о чем идет речь вообще. Познакомить с компанией, насколько она серьезная, насколько она солидная. Какой там офис. чтобы человек понял, что это за компания, куда он идет. Потому что люди привыкли в хайпы записываться. Они привыкли туда записываться. Потому что все, что в интернете, практически все хайп. Практически. Рано или поздно человек понимает, что это хайп, что он попал. Когда вы познакомили человека с компанией, затем нужно его познакомить с маркетинг-планом. Он должен разбираться в маркетинг-планах. Он должен точно знать, что он должен сделать, чтобы заработать вот это. Или что он должен сделать, чтобы заработать следующее. Когда вы с этим всем познакомили то вы знакомите с продуктами компании слава богу сегодня с продуктами компании работать легко потому что компания пошла по пути чтобы все продукты сделать легкими и доступными в пользовании вы видите легко и когда человек начинает все это понимать он должен понимать откуда он может заработать деньги с айпоинт это самое последнее нельзя заходить в компанию чтобы зарабатывать с айпоинт потому что у нас другая компания нельзя этого делать айпоинт это прибыль хорошо когда она есть но если ее нету ничего страшного нет человек сам себе создает прибыль у нас есть целый ряд 8 или 9 видов доходов где мы сами себе можем сами создать сами себе не ждать пока компания даст нам но если компания даст то это спасибо но это человек смотрит только на то что даст компания то зря он пришел сюда сняли он должен вложить сюда огромные деньги а компания себя не не разрешает складывать.нон длить главное она не разрешает сегодня с миллионами сюда в ходить не разрешает Наза другой смысл н что на задача рассказать компании большому количеству людей только тогда вы можете преуспеть. Нету другого пути. Но вы можете пользоваться, как я, допустим, я в основном делаю через Webcast, рассказываю. Это может быть немножко дольше, это может быть медленнее, но это работает. Тем более, что сегодня комната Webcast, но просто вот сейчас вот еще несколько добавилось, несколько функций по Webcast, я о них вам когда-нибудь скажу, может быть, в следующих занятиях. Сегодня можно делать прекрасные конференции на Webcast, просто между людьми в онлайн. Я сейчас, скажем, могу любому дать слово, любому, любому могу сделать, так сказать, презентером, любого человека, чтобы он рассказал. То есть очень много раз, я могу тут же видео сегодня записать, вы знаете, я могу сейчас записать маленькое видео и тут же сделать рассылку вам всем, с одну минуту. То есть очень много всего появилось с Webcast, скоро мы будем их продавать, эти комнаты, потому что постоянно добавляются новые, новые, новые функции. У нас есть с чем работать, у нас есть с чем работать. сегодня работая с рекламой, с кредитами, с веб-сайтами, сегодня у нас есть с чем работать. Есть что рассказать. Поэтому нужно понимать, что это все-таки бизнес. Да, может быть, это звучит немножко грубо, немножко грубо звучит, но в бизнесе, если я на себя не возьму ответственность, у меня ничего не получится. Я специально на себя иногда беру ответственность. Если вы помните, я на прошлый выход, в ней выход две недели назад, я на себя сказал, я проводил лекцию и сказал, что я вам на следующий раз точно расскажу, как построить веб-сайт и как его поднять, так сказать, в рейтинге. Причем, когда я вам это говорил, я еще понятия не имел по веб-сайтам. Даже когда закончил лекцию, даже где-то пожалел. Зачем я на себя взял такие обязательства? Но, раз я уже взял на себя такие обязательства, обязан был сделать вам в прошлом выходным тренинг по веб-сайтам, по строительству веб-сайтов. И я накануне, мне пришлось целую ночь и день сидеть, чтобы это приготовить вам в виде слайдов. Иначе оно не работает. Иначе мы устроены таким образом, что нам лучше погулять, отдохнуть, друзей много приглашают выпить в лес, сейчас рыба. То есть, конечно, где же идти делать веб-сайты строить? И что-то делать, с кем-то работать. Не хочется. Но когда мы на себя взваливаем, я этот метод давно использовал. То есть, нужно себя сначала нагрузить, а потом отбивать. Я так всегда делаю. Я сразу захожу там, зашел, когда, даже когда заходил в Аксесс, мне сказали там, минимум все входили по 250 долларов туда входили. Мало кто вообще тогда 2000 долларов тратит. Я говорю, а сколько максимум? Он говорит, 5. Я говорю, вот я на себя кладу 5. Взваливаю. А раз я потратил 5000, значит, я должен 5000 отбить. А раз я должен их отбить, значит, я должен разобраться. А раз я разобрался, то дальше так схема работает. Так все в жизни. Надо. Потому что мир этот не для отдыха и развлечений. Хотя нужно и отдыхать, и развлекаться. Этот мир для обучения. Этот мир построен для обучения. Тот, кто думает, что мир для того, чтобы вокруг него все прибыли, и плясали, и развлекали его это, он ошибается, и будет очень сильно разочарован. Мир для изучения. Для обучения. Обучиться самому, а затем научить других. Вот для этого создан мир. Вот это его задача. Вы должны научиться тому, чему сами хотите научиться. То, что вас бодрит, то, что вас внутри, вас поднимает, вы этому должны научиться сами, и затем научить других. Поэтому я предлагаю научиться бизнесу, кто имеет возможность немножко на себя взять побольше, значит, он должен это сделать. Если он имеет такого, у кого нету такой возможности, значит, ему немножко просто сильнее нужно двигаться. А что делать? Нету другого пути. Больше шевелиться, но это возможность, чтобы и больше потом подняться. Я думаю, что аксесс-маркетинг это сегодня для нас очень хорошая возможность. Если мы сейчас научимся делать веб-сайты, научимся их поднимать, научимся использовать те ограничения, которые введены, они введены, это от нас не зависит. С нами никто не советовался. Это сегодня есть отдел маркетинга новый, и это их рекомендация. Там сейчас сегодня взяли людей, которые на очень высоком уровне работают. И они считают, что вот так нужно делать. Все. То есть мы можем быть согласны или не согласны, но лучше быть, так сказать, принимать и начинать это делать. Я не думаю, что мы можем сейчас это обсуждать. Во всяком случае, я подумал все, что тут написано, и понял, что есть в этом reason. поднять количество кредитов, которые мы используем, поднимет наш рейтинг. Количество веб-сайтов увеличится, поднимет еще раз наш рейтинг и увеличит доходы. Увеличит доходы. Я думаю, что многие из нас уже сегодня имеют достаточно средств в клубе учредителей. Это поднимет доходы и в клубе учредителей, соответственно. Следующий момент. Раз мы научились это делать, раз мы уже это умеем делать, мы вынуждены научиться, значит, мы сможем научить других, значит, система будет расширяться и не исключено, что то, что Стифрена говорит, что мы войдем в шестерку, в семерку, в десятку лучших веб-сайтов мира. Вот тогда мы можем смотреть, какие у нас айпоинты. Вот тогда мы можем смотреть, сколько каждый, скажем, айпоинт приносит дохода. Это интересно просто, да, посмотри. Это я думаю, что будут совершенно другие цифры, чем сегодня. В общем, другие цифры, это понятно, да, и понятно, что в конце года будут другие цифры. А раз мы много построим, то у нас обязательные выплаты будут совершенно другие. То есть, реально ли это сегодня заработать? Абсолютно реально. Как же это все-таки сделать? Опять, строим ядро в той стране, где мы живем. Не нужно кидаться по разным странам. Многие люди делают ошибку, они сразу начинают приглашать с разных стран, где общение трудное с этими людьми. То есть, мы выбираем человека, мы его должны научить полностью всему, если он хочет. Если он хочет, вы его сажаете рядом с собой и обучаете. Лучше это делать в том городе, в котором вы живете. Это лучше всего. Многие люди сегодня идут по пути, они создают свои офисы. Я думаю, что это очень правильно. Это самое лучшее. Вы приходите, как на работу, и приглашаете людей к себе, как на работу. Вы можете, может быть, попросить место, какой-то стол, в каком-то офисе для начала, с кем-то. Это очень солидно. Сегодня вам есть, что рассказать, есть, что показать, есть, чего научить. Хорошо это делать в каком-то каньоне каком-то, где рядом множество разных бизнесов, магазинов. Вы можете человека пригласить, на такое-то время зайди, вот я в таком-то офисе нахожусь. Вы разговариваете с человеком, вы ему всего обучили, вы ему показали, вы ему объяснили. Нужно объяснить, как поставить веб-сайт, как создать веб-сайт, как его продвинуть. Я думаю, что это будет интересно абсолютно каждому. Люди будут покупать и продукты, и пакеты, потому что им это выгодно. Вы показываете выгоду, вы показываете выгоду, как что вы продаете это одному человеку. Человек может тогда посчитать, что если он продал это двоим, троим, десятерым, он чувствует, что у него получается, и он может, вы можете создать ядро в этом месте, в этом городе. Когда у вас есть ядро из пяти, шести лидеров, пять, шесть лидеров, тогда вы можете себе позволить выехать в другое место. в другой район вашего города, в другой город близлежащий. Люди делают следующим образом. Скажем, приезжают в другой город, дают объявление в газету, что в шесть часов, вы снимаете гостиницу, естественно, в шесть часов в таком-то городе, в такое-то время будет проводиться лекция по бизнесу, приглашаются все желающие. Человек 50-60 придет к вам в шесть часов вечера. Вы спускаетесь со своего номера, вы, соответственно, назначаете встречу в этой же гостинице, в каком-то зале, смотрите, маленький, большой, у вас опыт уже появится. Сначала берете маленький зал. Сначала вообще можно для начала встречаться с двумя-тремя человеком и прямо без сибири, без денег, совершенно без денег, просто встречаться в гостинице, разговаривать с людьми. Обязательно из этих людей кто-то заинтересуется. И у вас уже в этом городе есть люди, есть лидеры. И вы в своей гостинице, если вы сможете, если вы видите, что у вас там уже достаточно количество человек есть, то вы можете задержаться в этом месте, в этой гостинице, а ваш номер в гостинице превратить в офис. В офис. И вы работаете так, так многие делают. Вы работаете в этом офисе, вы создаете группу. И так вы проехали по нескольким городам, в течение месяца, в течение 30 дней вы можете посетить 5-6 городов. И у вас будет 5-6 групп за месяц. 5-6 групп. Да, это надо работать. Это серьезная работа, ежедневная. Затем вы все эти 5-6 групп собираете на какую-то маленькую конференцию в каком-то ресторане. в каком-то городе. Чтобы это было недалеко, где-то съезжаетесь. Вы же примерно в одном районе едете. И на этой конференции вы выступаете с докладом, то есть вам нужно научиться говорить. Но раз вы уже поговорите с большим количеством людей, то вы уже хорошо будете говорить, вы уже петь будете по этой теме. проводите конференцию. Конференцию. Естественно, вы своих людей приглашаете на лидерские разные встречи для закрепления материала, где они еще больше, так сказать, утвердятся в том, что вы им предлагаете. И, как правило, вот на этих конференциях, маленьких конференциях, которые вы соберете, если у вас с каждого района приедет 2-3 человека, если у вас соберется 15-20 человек, это уже много, вы можете собрать в каком-то ресторане и даже вы можете для начала сказать, чтобы люди сами, скажем, оплатили этот ресторан, если у вас недостаточно денег. Все заплатят за свою еду, никто не против, но они еще получат тренинг бесплатный. А если вы уже поднялись на какой-то уровень, то вы можете пригласить бесплатно людей, чтобы вы купите, пригласите их пообедать какие-нибудь суши там или еще что-нибудь и заодно проведете лекцию. Вот тогда это очень сплочает коллектив, очень, так сказать, формирует, очень сильно формирует группу, и эта группа, она начинает работать и помогать друг другу. Вот эта схема. Потом вы ездите на разные международные встречи, еще сильнее укрепляетесь, и лишь после того, когда вы с этой группой поедете на международную конференцию в Лас-Вегас, после этого вы можете себе поставить птичку, что те люди, которые поехали с вами на конференцию в Лас-Вегас, это и есть ваша команда, самая сильная, надежная команда, потому что там они получат информацию, после которой они никогда не выйдут из Аксесс-маркетинга. То, что можно получить там ту информацию и ту веру, вы нигде не получите. Я вам скажу, что люди, по опыту моему, люди поднимались, двигались, старались, но после того, когда они посещают конференцию, у них все сомнения отлетают, и это приезжает человек совершенно другой. Это значит, что в следующий раз этот человек повезет свою группу, свою группу в Лас-Вегас. И вы должны в себе в зачет ставить тех людей, которые поедут в Лас-Вегас. Это потому что человек, который уже едет в Лас-Вегас, это уже сформировавшийся человек, и если в Лас-Вегасе ваших людей будет человек 5-10, да, то я думаю, что вы уже будете достаточно богатый человек, если это иметь деньгами, потому что в следующий раз эти люди приведут каждый по 5, в Лас-Вегасе. Примерно вот такая схема, я ее вижу именно вот такой, для людей, которые хотят зарабатывать большие деньги, большие деньги, но, как вы видите, это серьезная работа, ежедневная, серьезная работа, ну, а иначе и не бывает, потому что деньги просто так не даются, не даются. я не знаю, может быть, кто-то где-то и просто так может получить деньги, но я за всю свою жизнь никогда не видел, чтобы деньги зарабатывались просто вот, вот просто так, да, чтобы кто-то кому-то что-то давал просто так. Поэтому, когда я, я удивлен, когда люди спрашивают, знаешь, вот я вот там потратил 100 долларов и 500 долларов, и мне недостаточно дают ежедневно. Как вообще можно такой вопрос задать? Это все равно, что я работал в очень серьезной организации когда-то еще в бывшем Советском Союзе, это все равно, что нам каждый месяц давали премии были квартальные, это все равно, что я, значит, получу премию и предусскажу своему начальнику слушать, вот мне моя премия не нравится, да, почему мало или почему там много. Премия не обсуждается вообще, это премия. Мы можем говорить только об обязательных выплатах, только то, что я заработал своим трудом. А то, что мне дали в виде премии, это мне дали, это мне дали в виде премии. Это не обязательный выплат. Примерно так я обобщил примерно общий опыт для тех людей, которые хотят заработать большие деньги. Большие деньги, потому что большие деньги строятся именно таким вот трудом, тяжелым. Но это возможно. У нас сегодня в аксесс-маркетинге есть все для этого. Первое, мы в правильной индустрии, у нас лучшая индустрия сегодня. Это не индустрия, где мы должны какие-то кремы давать людям пользоваться или там еще какие-то таблетки вовнутрь принимать, когда люди знают, что они, что сегодня многие умирают от того, что принимают знакомые таблетки. А представь себе, убедить человека принимать незнакомые таблетки. Я должен изменить его жизнь. Он их никогда не применял, эти таблетки, а сейчас ему должен взять на себя такую ответственность, что он съест эту таблетку, ему станет лучше. Я не против этих таблеток, не против того, что там мазаться, да? Я не против этого всего. Но, я понимаю, что это сложно. Мы сегодня в индустрии, где все делают рекламу, количество веб-сайтов, обратите внимание, как сегодня, мы сами, только в нашей компании сейчас они увеличатся в десятки, в сотни, может, тысячи раз. количество веб-сайтов увеличится в нашей компании. То есть, это нужно всем с каждым днем все больше и больше. И у нас сегодня это все просто, делается очень просто. То есть, правильная индустрия, делается все очень просто, постоянно совершенствуется. Я думаю, что вы скоро получите очень приятное сообщение, очень приятное сообщение. Понравится абсолютно каждому, абсолютно каждому понравится. Я думаю, что это может быть до Лас-Вегаса, может, на Лас-Вегасе компания это объявит. Скоро выйдут целый ряд новых продуктов, которые мы будем точно так же подробно обсуждать. Да? Очень скоро. Следующий момент. Мы работаем в интернете. Нам не нужны разные там таможни. Представьте себе, сегодня у меня один знакомый, он перевозил во Владивосток, перевозил груз. на 35 тысяч долларов. Пропал, исчез он, нету груза. До сих пор не нашел его. Нет его. Почему куда? Другая история. Нету, исчезла. Отправил с одного места, в другое не пришло. Страховая компания морочит ему уже голову и ничего не хочет отдавать. Здесь у нас не надо, это оценить невозможно, что вы через таможню не должны проходить. в любой стране мира можете работать. Вам ничего не нужно, вам нужно только интернет и лаптоп. Ничего больше. Ничего. Не нужны склады. Быстрее, представьте себе, какие склады у людей, там их обворовывают, вскрывают, там все, что хотите. Оцените это. Плюс у нас компания надежная. Надежная. А мы делаем сегодня вот эти все меры, которые сегодня, которые я сегодня сказал, это для надежности. Чтобы никто вопросов не задавал. Вы же понимаете, что сегодня много всего, которые задают вопросы. Много всего. Так вот, чтобы не было никакого вопроса, делают так, как сегодня хотят во всех странах мира. Чтобы не в одной стране это было, не было проблем, А чтобы ни в одной не было проблем вообще. Чтобы вы могли это рассказать в любой стране. Потому что те правила, которые сегодня вводятся, они прозрачные для любой страны. Для любой абсолютно. Реальная продукция, реальная реклама, реальная продажа. И не автоматически, а собственноручно. Хотя для нас это меньше, чем мы делали раньше. Платить будем меньше на самом деле. Больше будет оставаться. Но на самом деле люди будут покупать еще и больше и больше. Потому что выгодно. Потому что выгодно купить. Человек поймет, что он поднимает свои все критерии. И оно ему нужно. Он ничего не выбрасывает. А покупает он из заработанных средств. Вы помните? Из заработанных. Не из тех, которые ему нужно вынуть из своего кармана дополнительно. А из тех, которые он все равно покупал. Это подстегнет людей на более крупные пакеты заходить. Нам нужно делать больше продаж. Про что нам нужно? Нам нужно делать больше продаж. С чего мы с вами будем жить? С продаж. С реальных продаж. Это реальная компания. Поэтому я думаю, что мы в реальном бизнесе. И сегодня, я думаю, из тех шести лет, которые мы работаем, я думаю, самое лучшее время. Для новеньких людей это самое лучшее время. Потому что они не будут знать плохого времени, тяжелого времени. Потому что мы к этому все проходили через собственные ошибки. Потому что все правила, они написаны кровью всегда. Все правила. Я думаю, что примерно вот это я хотел сказать сегодня. Мое время исчерпано. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете ко мне послать. Я вижу все вопросы, которые мне пишут. Но вопросов нет. Вопросов нет. Поэтому сегодня такая была тема. Мы уточняли то, что было написано на главной странице. Я разъяснял то, что было написано на главной странице. У нас времени очень мало. Я не хочу, чтобы многие люди вошли в момент, когда уже начнется август, и люди перестанут получать комиссионный. Потому что они не сделали или покупку, а покупку они не сделали, потому что не знали. То не знали, то не получилось. Поэтому давайте вот оставшиеся две недели наладим наши все показатели. И последнее я хочу напомнить, что у нас третий квартал, да, третий квартал. И не забудьте про клуб учредителей, что в третьем квартале лучше приобрести пакет клуба учредителей, чем в четвертом. Чем в четвертом. На этом я закончу свое сегодняшнее занятие. Я надеюсь, что мы его провели сегодня с пользой, потому что материал этот был важный, потому что многие люди, читая, неправильно понимали то, что там написано. Спасибо за внимание. До свидания. Жду вас через неделю в воскресенье. 13 часов по времени Торонто. Пожалуйста, приходите. До свидания. Всех благ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова